позвонили люди и сказали надо купить землю мы делаем глэмпинг я беру лопату и выезжаю мы хотим дарить мечту как бы это некрасиво звучало с целью чтобы люди возвращались сюда докупаем практически все но если это там единорог то мы скорее всего его докупим чтобы всем было комфортно всем добрый день меня зовут александра всем добрый день меня зовут павел и мы с вами находимся в глэмпинге след лося который мы в общем-то и делали последний год и сделали совершенно верно и сейчас мы находимся 89 километров от столицы нашей родины город москва к нам можно добраться по ленинградскому или по дмитровскому шоссе на машине это занимает порядка двух часов даже при самых сильных пробках в москве по-другому мы можем добраться к нам это на электричке через город клин от клина мы находимся 20 километров до нас ведет дорога с твердым асфальтным покрытием и ваша машина не только доедет безопасно до нас но и будет здесь на нашей прекрасной парковке мы находимся на входе вы сюда попадаете сразу как нам приезжаете первое что вы видите это здание администрации здесь вам поможет администратор решит все ваши вопросы вы подпишите с ним договор но это занимает всего лишь минут пять прежде чем вы сможете уже приступить к отдыху здесь же с утра можно купить вкусный зерновой кофе какие-то снеки если они вам необходимы спросить что угодно решить любой вопрос и обязательно прийти поиграть в наши настольные игры у нас их большая большая коллекция я надеюсь что она будет пополняться можно поиграть как здесь так и забрать игру к себе в домик и есть большая веранда на которой мы призываем вас сидеть потому что практически каждый вечер в теплое время года у нас будет летний кинотеатр советскими фильмами но если гостей мало то с фильмами по пожеланиям гостей и есть костровая зона можем пройти посмотреть даты своего рождения мы считаем 22 января 2022 года когда формально говоря была куплена земля но активные работы здесь у нас начались в мае прошлого года и дата открытия мы считаем 24 марта 2023 года то есть но вчера буквально мы отмечали два месяца после после открытия хотел бы сказать о том что наши территории занимают чуть больше чем три с половиной гектара мы специально сделали так чтобы гости не чувствовали себя обособлены от леса не вся наша территория огорожена забором мы хотим чтобы это единение комфортное едини с лесом она присутствовала здесь у нас и наша главная цель мы хотим чтобы гости к нам возвращались и все сотрудники владельцы доделают все для того чтобы это происходило год назад здесь ничего не было абсолютно был лес много поваленных деревьев и все я не верю что мы смогли за год открыть глэмпинг который уже приезжают гости которые очень довольны основная задача которая у нас стояла год назад хорошо в этот лес писаться ничего не испортить максимально все сохранить чтобы люди приезжали первозданную природу и именно отдыхали в лесу нам удалось я думаю что нам удалось ну на 95 процентов сделать то что мы хотели остальные пять процентов мы доделаем ближайшее время а у нас на территории семь домиков рассчитаны на двухместное проживание когда кто-то приезжает отдохнуть может быть провести какое-то романтическое свидание для влюбленных парочек для молодежи есть домики побольше куда можно приехать с детьми или небольшой компании и есть две бани с купелями это наше достояние мы очень рады что мы их сделали они очень нравятся гостям и возможно мы что-то продолжим что-то делать еще в этом направлении именно какой-то спа-комплекс или еще что-то все домики называются также как деревья сосна ели рябина береза у нас вообще не было сомнений как их называть потому что оказавшись лесу что ты видишь вокруг себя ты видишь деревья они классные они уже все природа создала все идеальные мы решили просто если дом стоит под сосной то это дом сосна если дом стоит рядом с березовой рощей значит это дом береза вот все ясно понятно и очень органично основная фишка наших домиков это панорамное остекление то есть неважно и даже если ты находишься в очень маленьком пространстве которое безусловно продумано у нас есть абсолютно все для отдыха ты не видишь стен ты видишь окно за которым огромный лес неважно холодно дождь или жара ты находишься в комфортных условиях при этом тебе ничто не мешает наслаждаться тем зачем ты приехал за отдыхом в лесу почему домики разные ну потому что семьи бывают разные компании бывают разные потребности у людей бывают разные кому-то достаточно просто оказаться в тишине в маленьком домике чтобы его никто не трогал он классно выспится он классно отдохнет ему будет все хорошо кто-то приедет вчетвером будет у нас играть в игры жарить шашлык и конечно не хотят оказаться при этом в одном домике чтобы не бегать друг другу почему такое соотношение в принципе наверное по тому же что мы спросили себя как мы ездим как часто мы ездим вдвоем как часто мы ездим семьями если бы мы приехали отдыхать мы бы куда приехали отдыхать ну вот и вышло такое соотношение что чуть-чуть почаще у нас семьи побольше ездить и есть собаки и надо побольше на один пока что двух модульных домиков постоянно получаем вопросы потому какая стоимость домиков у нас есть несколько тарифов если брать тариф основной я думаю у нас измеримая стоимость с такими же аналогичными именно типы домов потому что глэмпинге бывают разные типы домов в среднем в будни маленький домик стоит 6000 рублей в сутки за дом большой дом стоит 7000 рублей в сутки за двоих гостей да и выходные дни стоимость не настолько отличается маленький домик стоит 7000 рублей большой дом стоит 9000 рублей в сутки на двоих гостей понятно что более подробно можно найти на сайте вот уже потому что большие домики отличаются стоимость от количества гостей но наверное достаточно стандартный вариант который мы используем но у нас есть тарифы скидочные да потому что мы хотим чтобы гости были уверены в том что они смогут провести свой отпуск или отдых не только завтра но и в планировании может быть долгосрочной перспективой у нас есть тариф который мы называем раннее бронирование за 30 дней если кто-то хочет забронировать то скидка составляет 15 процентов у нас есть отдельный тариф и не долгосрочное бронирование если кто-то хочет остаться и такие есть гости там от трех суток да то скидка 20 процентов и есть тариф когда как вот сегодня прям буквально при нас есть тариф срочные в день заезда то есть бывают гости которые проснулись и сегодня хотим на природу да вот сегодня во многих глэмпингах таких тарифов нету да у нас такой тариф есть то есть можно забронировать прям сегодня и со скидкой 25 процентов приехать и здесь нас отдохнуть и наверное мы так сашей очень уверенно про все рассказываем по простой причине что 70 процентов того что здесь сделано физически было сделано руками именно персонала и владельцев нашего нашего глэмпинга и вспоминая первую очередь когда здесь не было света мы монтировали сами лично кухне врезали панели на генераторах в грязи все это разувались даже помню как можно меньше занести мусора и грязи вот то есть здесь мы прошли такой путь самостоятельно конечно уже вторую очередь для того что как можно больше больше привлечь гостей к нам сюда для комфортного отдыха в лесу уже вторую очередь мы приглашали профессиональных сборщиков кухон строителей для того чтобы ускорить процесс запуска второй очереди но при этом все нюансы мы очень хорошо знали и какие-то вещи мы даже советовали тем людям кто нам помогал здесь за последний месяц нам мы делали как для себя то есть можно было сделать на продажу можно было сделать очень быстро но мы делали как для себя то есть в эти дома пробовали каждый в них прожил длительный период времени там удобно готовить неважно сколько ты живешь казалось бы маленькая кухня модульное строение там есть абсолютно все там холодильник можно забить на неделю в нем хватит места там комфортно спать там не бывает холодно мы тестировали дома было минус 25 ты приоткрываешь окошко тебе очень хорошо и очень тепло мы выбирали все вплоть до цвета до ложки какая нам нужна ложка какой ложкой я бы хотел есть дома мы покупали только такое нам было очень важно чтобы мы должны были быть сами удовлетворены нам самим хотелось бы сюда приехать я не думала никогда что скажу эту фразу но я бы здесь отдыхала мне обычно ничего не нравится но я бы у нас отдыхала мы с вами пришли на нашу развилку здесь начинается самое интересное отсюда расходятся тропинки дорожки и дороги к домикам пойдемте сначала к нашему самому известному домику он известен тем что открылся самый первый и в него мы звали самых первых гостей очень переживали он для нас найти такое особенное место когда мы там ставили мы считали что это вообще какое-то особенное место домик сосна пойдемте покажу конечно еда для наших птичек наши птички это наше все сейчас мы положили семечки затаимся через 10 здесь уже будет пола кормушка вот наш домик сосна естественно он так назван потому что здесь вокруг очень-очень много сосен по всему участку собственно мы досаживали а здесь они елок вот растут сами по себе уже большие как и у каждого домика у нас есть обязательно кормушка для птиц есть гамак есть мангал огромный на который можно поставить казан и коптильню есть стол для того чтобы вкусно поесть на улице и естественно есть колодец откуда у нас вода приходит в домик на веранде если вдруг дождь то тоже комфортная мебель попить чай лампочки которые по вечерам зажигаются и создают дополнительную атмосферу ну и конечно же давайте посмотрим сам домик мы внутри домика сосна естественно здесь есть главное ради чего многие едут эта кровать рядом с огромными панорамными стеклами если вдруг вам нужно больше комфорта уединение и стекла вам большие окна надоели то естественно можно все закрыть рулонными шторами они с блэкаутом и с утра яркое солнце вас не разбудит есть большое количество места для хранения вещей под кроватью там расположены специальный короба и тумбочка на кухне есть все необходимое для готовки индукционная плита микроволновка чайник-холодильник холодильник помещается очень много вы думаете что он маленький и вся посуда сковородки кастрюльки все приборы открывашка штоупор все 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 лопаточки есть кувшин для воды есть заварочный чайник салатницы все что может вам понадобиться все расходники средства для мытья посуды бумажные полотенца приветственный набор чай кофе в домике тоже есть и давайте посмотрим на санузел есть все необходимое а бойлер с горячей водой этого объема хватает не то что на двух человек а в принципе человек на пять шесть даже при неэкономном использовании есть полотенце душ раковина и небольшие косметические расходники естественно есть мыло для рук и гель для душа диспенсерах конечно же есть обеденная зона причем мы даже на своем опыте можно сказать что это не только обеденная зона но и прекрасное место чтобы поработать потому что когда в москве станет очень жарко нет ничего лучше чем уехать на неделю в глэмпинг а у нас прекрасно работает интернет и как мобильные все абсолютно операторы такие широкополосный интернет который доступен для всех гостей и можно работать отсюда с веранды откуда хотите и уже есть такой опыт и люди остались очень довольны а с точки зрения банного комплекса который у нас есть и состоит из двух дровяных бань и двух купелей goodwood хотел бы сказать что наверное мы меньше продавали бани пока не запустили купели мы не одновременно их запускали потому что продукт востребован гости любят купели не только в зимнее время но и в летнее время да на это тратится время на и тратится ресурс потому что купель у нас 4 местные купель и и затоп до 36 38 градусов для комфортного использования в зимний период времени наверно в среднем морозе 10-15 градусов это где-то от 5 до 6 часов при этом нужно перемешивать мы даже купили специальные весла 3 весла до чтобы мешать а в летний период времени конечно чуть чуть меньше но все равно тратите это три три с половиной часа для того чтобы купель натопить до 36 38 градусов и люди именно поняли гости вот в чем в чем суть и в чем прелесть горячий горячий купели при этом мы с удовольствием предлагаем гостям тут хочет не хочу горячий купель можно ледяную мы сразу все сливаем и наливаем ледяную воду из наших глубоких чистых колодцев мы пришли к нашим баням у нас их 2 баня 2 и баня 1 давайте начнем наверное с 1 они абсолютно одинаковые зеркальные обе очень уютные очень комфортные рассчитаны на четверых человек но в принципе даже пятерым в принципе будет комфортно особенно летом когда есть веранда мебель если вас больше человек мы просто доставим вам мебель в бане есть небольшой небольшая комната отдыха она рассчитана на 4 человек есть чайник необходимая посуда если вы захотите пожарить что-нибудь на мангале рядом с баней и расходники для хорошего чаепития также в бане мы всегда предоставляем одноразовые тапочки махровые халаты и полотенца давайте посмотрим санузел душевая кабина небольшая раковина ну и в общем то сам унитаз естественно горячая вода мы с вами находимся в парилке бани и основной а ее отличие от всех остальных домиков она не белая на черные нам очень хотелось стилистически выдержать ее правильный мы решили что черный цвет максимально для этого подходит и полки подсвечены снизу находиться здесь реально очень очень интересно очень комфортно это баня 2 и конечно же купель одинаковы и у одной и у другой бани мы как правило держим одну купель натопленной а другую купель не топим специально держим ледяной для тех кто прям соблюдает все каноны и парения в бане и сейчас мы еще доделаем у нас будет спуск на специальную площадку на которой можно будет обливаться из ушата ледяной водой мы подумаем может быть мы сделаем ведро которое ты дергаешь за веревку на себя все выливается или просто поставим что-то хорошие красивые ведра которые будет удобно пользоваться если наверное рассказать больше подробнее про наши купели где мы покупали как мы эксплуатируем какие были трудные трудности сложности и вообще довольны ли мы тем что мы вложили деньги в две купели саш меня дополните я уверен первое мы очень довольны что мы начали работать с кам с купелями goodwood да мы выбирали конечно мы исследовали рынке собирали отзывы но в итоге остановились на goodwood лично я принимал участие почему и мой голос был за goodwood 1 это полная прозрачности открытость как и владельцев бренда так и даже производственного помещения где они находятся то есть мы несколько раз приезжали смотрели как они именно наши купели производится познакомились с персоналом нам рассказали настолько подробно технические подробности их производства эксплуатации что но не осталось сомнений что мы вкладываем по 350 тысяч рублей за каждую купель именно и купили их у goodwood у нас купили четырехместные был выбор покупать двух местные или четырехместные мы все-таки решили остановиться на четырех местных ну так просто комфортнее даже если сидят четыре взрослых мужчины достаточно больших комфортно в купели находиться двухместные все-таки для более меньших компаний и наверное очередность захода компании которая пришла в баню наверно не совсем хорошо работать я рассказал купели мы решили пристроить к нашим баням мы до заказали дополнительный свайный винтовой фундамент сделали такой же настил который выдержит нагрузку заполнены купели и установили их то есть для того чтобы попасть в купель гости выходят из из бани и через три метра по отличному наверно веранде да можно подниматься в купели по лестнице стоящий из трех из трех ступенек с точки зрения эксплуатации мы следуем санитарным нормам которые необходимо использовать для такого объекта при не принятии гостей да то есть мы несколько раз в день меряем специальные параметры качества воды у нас стоят и подключены профессиональные фильтра и хлорогенераторы которые работают наверно 30 процентов каждого дня вне зависимости от того используется купель или не используется по поводу слива так как мы используем профессиональное оборудование для эксплуатации мы не мы не сливаем купель после каждого затопа потому что оборудование и тесты позволяют нам быть уверенным в том что качество воды высокой и менять ее так часто не нужно слив происходит достаточно просто открывается большой кран но мы использовали дренажные системы для того чтобы вода не просто сливалась в землю потому что объем слития огромен бы я бы сказал стоит выведена дренажная труба диаметром 15 сантиметров дренажная труба в коп на землю засыпано щебенкой сверху и как раз позволяет то есть вода из купели через кран попадает в дренажную трубу и уходит где-то в метров в десять пятнадцать в лес и уже там разливается полевой наш прекрасные береза еловый лес здесь никаких проблем не используем с точки зрения уборки чистки мы используем профессиональный водный пылесос со специальными щетками именно пылесос на который полностью погружается это не те пылесосы которые мы привыкли видеть турецких бассейнах да это специальный пылесос для купели специальными щетками вибраторами и конечно но самый обычный сачок для того чтобы собрать такую первоначальную грязь которая есть мы используем и я очень рад что мы не пожалели деньги купили специальные профессиональные крышки для то есть купель если она не используется закрыта крышкой и туда грязь грязь не попадает отдельно наверное скажу про эмоции купели когда ты к ней подходишь особенно вечером в основном все баню берут на вечер купель тоже берут на вечер уже смеркается и вот в этой печи горит огонь потрясающе выглядит то что сверху у тебя вода здесь огонь люди в глэмпинге персонал ходит работает все что нужно для того чтобы посидеть посмотреть на воду на огонь и на работающих людей очень здорово поднимается пар от воды потрясающий потрясающий отдых люди приезжали разные и все от этой купели ждали чего-то разных для меня это удивительно то есть раньше я думала что все приедут и будут делать там фотографии что это вещь исключительно чтобы пофоткаться и куда-то выложить там запрещенные соцсети в разрешенные соцсети но только такую цель преследует люди там расслабляются люди там могут провести там 40 минут они о чем-то разговаривают там какая-то активность они там размешивают себе воду веслом которые мы специально купили они заходят выходят они думают где лучше в бане или в купели то есть это какой-то прям это полноценная активность это не вот ты вышел там макнулся в ледяную хотя тоже есть любители кто макается в ледяную но в основном там какие-то разговоры такие прям очень долгие я была удивлена это здорово это здорово и конечно же мы опробовали сами купель не вообще неожиданный эффект я наверное первый раз за год вот как мы начали это строительство делать мы вечно в напряжении мы вечно в цейтноте вот наверное за 40 минут отдохнула так если бы я взял полноценный отпуск это это не для красного словца это это правда то есть как минимум перестала болеть спина дергаться глаза очень здорово я если бы у меня было больше свободного времени я бы заказала когда-нибудь себе маленькую купель я просто сомневаюсь что смогу ее использовать потому что все время мы проводим здесь а так наверное да ты бы поставил себе скажи да я поставил бы и наверное возвращаясь к вопросу о окупаемости и вообще ценообразованию который у нас есть я считаю что цена за такую четырехместную купель такого объема в 350 тысяч это разумная цена она не завышена на не заниженная по цене там информации на нашем сайте но нам три основных параметра мы сдаем за три часа наши бани вместе с купелю стоит с горячей купелью стоит 9 тысяч рублей три часа бани вместе с холодной купели с ледяной купелью стоят 6pelvin тысяч рублей и баня без купели стоит 5000 рублей также за три часа на купель отдельный без бане мы не сдаем по одной простой причине что и таких запросов даже не было да и мне кажется что гости именно хотят более стандартного способа это парилка и что-то такого необычного может быть как и большинство из них никто никогда не пробовал это это купели вот ну и покупаемости я думаю что если мы пойдем таким же процентом заселения глэмпинг как у нас есть сейчас я думаю окупаемость до двух лет это нормально таких объектов да тем более что купель не топится постоянно да потому что гости все-таки предпочитают вечернее время и для того чтобы даже до топить купель требуется время то есть я бы сказал что у нас максимум это два сеанса в световой день кроме бани и купели мы приготовили еще конечно разные развлечения на все вкусы и на все пожелания кто-то может посоревноваться в меткости кто-то может просто посидеть посмотреть как кто-то куда-то не попадает здесь же у нас место для игры в бадминтон во все остальные ракетки и мячики коих у нас огромное количество и даже для самых внимательных есть в лесу фотозона я не знаю кто-нибудь ее увидит или нет но я думаю что мы будем какие-то давать призы для тех кто найдет и сфотографируется мы временно пока остановились и не строим больше потому что первое что очень сильно влияет на наши планы мы не хотим застраивать всю территорию мы не хотим нагонять огромное количество людей чтобы все сидели друг у друга на голове мы старались строить максимально обособлено чтобы каждый оказался в своем кусочке леса и мог по-настоящему отдохнуть ему никто не мешал ну именно поэтому нас еще не очень приветствуется громкая музыка или еще что то то есть мы стараемся не мешать друг другу отдыхать я думаю что мы доведем все-таки количество домиков до 9 это будет оптимально для нашей территории мы мы сможем сохранить нашу основную концепцию при этом вот а без бани и без бани просто в принципе было нельзя и без купели было нельзя потому что это неотъемлемая часть отдыха русского человека пойти погреться вот потом облиться ледяной водой это заложено наверное на генетическом уровне и опять же мы судили по себе большая часть из нас строит себе бани ходит в бане или ходит сауны заботиться о своем здоровье отдыхает с помощью бани вот поэтому наверное нельзя было ее не построить ну и нельзя не сделать купель потому что это место эта точка притяжения это точка притяжения для нас самих ни у кого опыта не было но сейчас по им построили опробовали поняли что это стопроцентное попадание вообще во все потребности и в свои желания и ты не думаешь что это настолько круто ну да на фотографиях мы смотрели в интернете ой какой у них чан ну да хорошие фотографии получаются замечательно когда мы натопили и в нее залезли ты уже не думаешь о том какие красивые фотографии получаются что это просто какая-то модная фишка ты думаешь о том что это очень здорово что ты отдохнул что ты расслабился что тебе очень хорошо вот и про планы план у нас конечно же масштабно еще кроме двух домиков мы хотим построить общественное пространство какое-то чтобы увеличить возможности отдыха наших гостей в зимний период чтобы все могли собраться у камина если приехала большая компания и арендовали предположим два или три домика они все вместе не поместятся но у них будет место куда они придут и отдохнут хорошо проведут время может быть от месяц какой-то праздник или где можно проводить какие-то мастер-классы или может быть где люди смогут там играть на гитаре при этом не мешать другим как мы сказали наша территория составляет чуть больше трех с половиной гектар земли это на 80 процентов хвойный лес состоящий из ели и сосен какие-то собственно мы досадили сами и 20 процентов это лиственный березовый лес сейчас у нас большой выбор именно дополнительных услуг кроме банного комплекса который является дополнительной услугой у нас первое конечно это комфортный отдых в лесу то есть кроме нахождения в домике созданы достаточно большое количество зон отдых таких как большие качели качели уютный находящийся в лесу у нас выставлены коконы в уединенных местах что человек мог вполне возможно почувствовать единение с природой находясь один или со своей любимой половинкой со своими друзьями у нас сделан небольшой может быть такой спорт уголок на улице где люди могут проявить свои спортивные качества это то что мы называем кольцебросы это дартс у нас есть большое количество игр более стандартных бомбинтон настольный теннис они все бесплатны они все бесплатные да у нас есть платные услуги скорее всего я бы отметил это возможность брать у нас в аренду телескоп это проекторы до который пользуясь популярностью мы предоставляем проектор с коллекцией фильмов да немножко добавлю откуда как мы создавали перечень доп услуг год назад мы сели начали думать а что мы делаем свободное время кому что интересно и каждый принес что-то свое ну то что надо этим в основном трудится эта идея пяти человек и каждый из пяти принес что-то свое кто-то говорит ну как можно без дарца но это это же это же команда игра это азарт давайте давайте дарцы появляется дарт кто-то говорит дротики они там острые опасно давайте что-нибудь получше появляется какой-то кольцеброс или еще что-то который мы не знаем как делать как он должен выглядеть но там споры и решения еще что-то и вот мы имеем то что мы имеем которые спортивные снаряды которые всех устраивают при этом у нас есть люди с художественным образованием и мы покупаем альберты краски потому что вот же человек который рисует значит к нам кто-то может приехать увидеть цветочки и захотеть их нарисовать у нас для этого все есть у нас лежат бесплатно можно взять нитки спицы вот тебе на природе захотелось повязать вот носочки теплые например ты приехал осенью возьми повяжи ты отдохнешь ты зарядишься все будет классно у нас есть книги то есть ты может быть никогда там за последний год не читал бумажную книгу но это здорово возьми книгу и почитай ее может даже забрать мы даже не расстроимся очень порадуемся что она кому-то понадобилась вот ну и все в таком духе я думаю что у нас будут появляться новые увлечения в жизни они будут появляться и здесь потому что хочется давать людям то что тебе кажется классным также у нас есть конечно для теплого время года хороший велопарк как для сильной половины человек так и для прекрасных женщин и конечно их детей если бы наверное мы сейчас сидели с вами в зимний период времени вам предложили с удовольствием опробовать профессиональные охотничьи лыжи на валенках кто-то может быть будет любит более стандартные варианты у нас есть настоящий беговые лыжи и у нас есть скандинавский скинга ступы конечно в летний период времени предлагаем гостям скандинавские палки для того чтобы ходьба по лесу и по нашим окрестностям красивым была более комфортной приносила может более удовлетворения то что мы называем скандинавская ходьба и все прекрасно честно могу сказать в конце зимы мы только начали принимать гостей но еще было много снега и люди когда взяли снегоступы у них вот вау это так здорово ну потому что ты не ожидаешь что какие-то там ты себе теннисные ракетки привязал к ногам и тебе надо куда-то идти а это оказывается настолько комфортно как будто ты просто идешь хороших кроссовках по хорошему асфальту то есть это эмоции опять же положительные точно что мы хотим давать людям ради чего мы все это затеяли чтобы у всех были положительные эмоции желательно чего-нибудь нового вот снегоступы просто оказались незаменимые кстати пашина идея полностью по снегоступы и до сих пор под впечатлением конечно у каждого домика есть своя зона барбекю индивидуально зона барбекю состоящий из огромного шикарного мангала пользование мангалом входит стоимость проживания мы бесплатно предоставляем профессиональные решетки профессиональные шампура из доп услуг который можно здесь приобрести мы предоставляем у нас есть профессиональная коптильня именно профессиональная коптильня да за небольшую сумму денег вы можете просто закатить себе любую рыбу любую на мясо которое можно сделать и у нас есть еще бесплатный казан если говорить плов нужен плов то есть мы прямо старались максимально добавлю провал нашу мангальную зону поскольку мы делаем как для себя шампур может нагреться кочерга может нагреться ты можешь обжечь руку ну можно что-то конечно людям дать силиконовая прихватка или еще что-то нет мы пойдем другим путем мы покупаем краги для сварщиков которые не расплавятся которые не прогорят которые защитят руки наших гостей но при этом они по цвету подходят к стилю домика то есть это была миссия невыполнима но мы это сделали ну это так вплоть до всего да мы стоим с шампурами что мы делаем мы даже на даче у себя начинаем метаться тарелка круглая и маленькая а шампуры большие мы здесь решили эту проблему мы специально купили противень на который все могут спокойно все положить донести покушать туда где тебе удобно не измазаться не уколоться и не обжечься и мясо на землю не уронить на данный момент на территории у нас рыбаков ту реально увлекается но выходя из наших ворот налево 300 метров отсюда есть небольшой пруд вот наша идея на ближайшее время до его запрудить и туда запустить рыбу для того чтобы люди получали удовольствие от этого процесса может быть конечно он не такой огромен как волга или селигер да но для того чтобы просто посетить поплавку удочки наверное получить детей этому прекрасному занятию это будет возможность мы находимся с вами около домика осина это двухмодульный домик и у нас как обычно вокруг все если комфортного отдыха мангал зона для еды на улице веранда с шезлонгами большой диван для большой компании который может стать кроватью обеденная зона на четырех человек и полностью оснащенная кухня холодильник плита чайник микроволновка вся необходимая кухонная утварь кастрюльки сковородки и все что может понадобиться для того чтобы приготовить вкусную еду и мы можем в этом домике добавить еще больше воздуха открыть дверь открыть второе окно если что все окна будут оснащены москитными сетками естественно большая удобная кровать место для хранения в шкафу и под кроватью большое панорамное остекление и наша любимая вещь прямо из спальни можно сразу выйти на веранду наши гости это в первую очередь прекрасные люди да и мы хоть хотим сказать каждому из них кто уже был огромное спасибо что здесь были у нас к нам возвращаются и конечно мы ждем всех кто еще не был у нас к нам в гости добро пожаловать основная категория людей это наверное семейной пары или пары от 25 до 45 лет которые понимают и принимает концепт комфортного спокойного отдыха в лесу которые понимают что тебе дает лес чем-то здесь можно заниматься понимают что есть какие-то определенные правила и требования такие как правило тишины после десяти часов и понимает что здесь если на то что ходите в лесу ты получишь условия сопоставимыми с тем старшими квартирами или там где каждый из них там где каждый из них живет мы задавали себе очень часто этот вопрос кто наши гости что кто какие люди поедут и и люди едут фантастические абсолютно мне кажется я в жизни вот в одном месте не встречала там все все при все спокойные все в равновесии все всегда счастливые какие-то довольны не потому что не на отдых приехали в принципе к жизни позитивно относятся вот и у меня кажется что к нам поедут другие возрастные категории мне кажется что вот еще чуть-чуть про нас побольше узнают те кто может быть да там люди возрасте но кто больше не может ездить там в пансионаты и слушать там болезни других они полны сил и вот здесь им будет классно они пойдут попариться они возьмут палки для скандинавской ходьбы они поедут на велосипедах а потом приедут осенью пойдут собирать грибы еще важное для меня по крайней мере важная часть нашей аудитории это люди которые приезжают отдыхать с собаками сейчас dogs friendly очень популярна и банки в какие-то можно заходить с собаками в магазины и это замечательно мы как обычно всех равняем по себе вот у меня три собаки я хочу с ними ездить отдыхать и очень здорово что есть места в которые можно приехать и отдохнуть вместе со своим питомцем не переживать где он как он что он мы трепетно каждую собаку знаем по имени которая к нам приезжает мы их фотографируем у нас все учтены мне кажется что даже мы здороваемся сначала с собакой потом с людьми ну как каждый раз это особенный гость ну по крайней мере для меня и для администраторов я точно знаю что для нас это особенные гости чуть больше года назад позвони позвонили люди сказали надо купить землю мы делаем глэмпинг я беру лопату и выезжаю то есть в принципе для меня любое телодвижение отличающиеся от обычной какой-то работы очень интересно здесь интересно все мы делаем планировки сами мы делаем сами интерьеры мы то есть все 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 покупали это очень интересно да ты в какой-то момент от этого устаешь но все равно создать что-то с нуля вот и да это интересно все любят там вставлять комнаты или еще что-то все любят располагать что-то на территории представлять как что будет то есть создание с нуля это безусловно интересно я думаю что не только при строительстве глэмпинга там если бы как ремонтировали свою квартиру да тоже все 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 подобрать это интересно Я хотел сказать, что от идеи, на первый раз мы встретились в ноябре 2021 года, для того, чтобы обсудить, нравится нам идея глэмпингов или нет, мы съездили как гости, познакомились с владельцами других глэмпингов, понятно, что проанализировали все, что можно было проанализировать для того, чтобы открывать такие объекты. И да, мы финально выбрали, нам больше нравится лес, глэмпинги, да, мы пошли путем, что это домики, это не палатки летние, такие есть профессиональные палатки, вы знаете, но это не отель, да, все-таки отель, немножко другая концепция и другие цели по тому, что мы можем дарить гостям. Мы пришли к Иве, это дом с мостом. Мост здесь, потому что очень низкий участок леса и здесь собирается ручей, чтобы гости у нас по весне не утонули, мы сделали дополнительные русла у ручья и через одно такое русло поставили мост. Он практически готов, но вы спросите, почему у нас здесь эта мебель? Очень просто. Вот здесь вот на этом столе маленькое-маленькое гнездо и в нем семь яиц от какой-то птицы. Птицы пока не установлены и, конечно, мы не будем это трогать и разбирать, пока птенцы не вылупятся и не улетят. Знаете, каждый день что-то интересное, например, мы знаем, что мы хотим летние фотографии на сайт, у нас уже все распустилось, у нас зеленые березы, пора убирать сугробы, срочно, фотограф. Фотография говорит, все, я приеду, замечательно, и мы понимаем, что вроде как через две недели у нас 100% все будет готово к фотографу. Нет, нам не привозят матрасы, еще что-то, не хватает диванов, фотограф, естественно, приезжает. Что делаем мы? В 7 утра мы бегаем с матрасами. Матрасы два вида, один побольше, другой поменьше, как нести, а сил не хватает, как-то на тележке. Ну, в общем, если смотреть со стороны, вот правильно мне коллеги сказали, надо было снимать на видео и накладывать музыку бы не хило. Потому что беготня с матрасами, картинами, какими-то дополнительными вещами, которые нужны для фотографии, ну, это сначала грустно, потом, когда вспоминаешь весело. И это происходит примерно каждый день. Конечно, это никак не сказывается на наших гостях, когда приезжают гости, вообще все идеально. Даже если у нас там, не знаю, что-то горит, мы так вот встаем, закрываем, это ничего, все хорошо. И гости уезжают всегда довольные, что бы ни произошло. Но интересные случаи... Наверное, интересные случаи, они больше связаны с подготовкой, потому что мы здесь все делали сами. Два часа ночи, у нас будет охрана, мы здесь живем. Вот, приехала какая-то огромная машина, вы кому? Мы привезли лосей. Каких лосей, как бы? Нет, мы к лосям приехали. Это, оказалось, приехала доставка из города Иваново на сутки раньше, чем мы планировали. Шел дождь, он говорит, я сейчас просто все выгружаю за забором, что хотите, то и делайте. И вот мы здесь до утра, там почти что, огромное количество было заказано в Иваново, и вот мы это сразу все решили разносить, потому что складировать, ливень, это было, это было очень весело. Есть качели-лавочки, качели-большие, качели-коконы, я думаю, что появятся еще какие-нибудь качели, потому что все люди разные, и каждый говорит, ой, давайте вот качели, чтобы там вот сесть в лесу и книжку читать. Ну давайте, поставили. Ой, нет, ну давайте коконы повесим, у всех висят коконы, нам тоже надо коконы. Долго-долго выбирали, чтобы их можно было оставлять на улице спокойно под дождем, повесили коконы. Я думаю, что еще, конечно, добавим. А как же качели, чтобы там в юном месяце апреля, чтобы раскачиваться, чтобы дух захватывало, а вот вдруг кто-то приедет, и на двух человек, влюбленная парочка. Поставили эти качели. Ну, естественно, повесили гамаки, мы повесили их мало сейчас. Вот я надеюсь, что сегодня мы успеем повесить еще 4 гамака минимум, чтобы всем хватило по гамаку, всем гостям. Ну и дальше посмотрим, кто еще на чем захочет покачаться, не исключено еще какие-то новые качели. Другой интересный случай, это лоси. Да. Он очень интересный. Почему след лося? Потому что здесь территория лосей. Здесь на самом деле есть лоси. И лоси заходят нам на территорию, та часть, где они огорожены, особенно зимой, потому что мы видим их следы. У нас везде есть видеонаблюдение. Вся территория, кстати, охраняется охраной, патрулируется, и везде стоят камеры. И у нас это зимой здесь, вокруг нас, жило стадо лосей. Мы думаем, что это где-то 6-7 самок, несколько лосенков и один большой лось. Особенно красиво, я никогда не слышал, как поют лоси во время гона с октября, где-то по начало ноября, каждый вечер. Это вот уканье лосей здесь просто добавляет вдохновение. Поскольку прекрасная природа, у нас кроме лосей здесь и зайцы, и лисы, есть кот, абсолютно дикий кот. Мы надеемся когда-нибудь, что мы с ним подружимся, но пока что мы его на расстоянии кормим. Очень много птиц. Зимой фантастически абсолютно. У каждого домика стоят кормушки, и ты вот в панорамные окна сидишь, а там все в снегирях. Ближе к весне становится теплее, и остатки ягод на деревьях начинают бродить. Снегири тоже хотят отдыхать, они употребляют эти ягоды в пищу, и потом везде вот так сидят, вплоть до того, что ты можешь подойти, взять его на руку. Он никуда не улетит, он так посидит с тобой, пообщается. Потом ты аккуратно его кладешь куда-то, он там через час улетает. Кстати, очень важно, если вы находите птиц зимой, которые валяются на земле, не надо их трогать, они протрезвеют и улетят. Они не замерзли, они просто немножко отдохнули. Говоря о том, как мы реагируем на отзывы гостей, как Александр говорила, гость на первом месте, это не просто красивый постер на стене. Если гость во время пребывания что-то хочет, или что-то хочет изменить, или что-то хочет получить дополнительно, какая-то нужна помощь, любой сотрудник глэмпинга сделает все, чтобы это решить, если это в наших силах здесь и сейчас. Если мы получаем отзывы и видим, что что-то можно улучшать, мы также это делаем. Вот простой, казалось, случай. У нас есть парилки в нашем банном комплексе. Мы купили специальные деревянные дополнительные настилы на пол, чтобы еще было более комфортно. И они были таким образом сколочены, что если наступаешь на край, настил подымается, то есть можно упасть. За все время эксплуатации бани только был один, наверное, отзыв о том, что, ребят, нам кажется, что небезопасно. На следующий день настилы были переколочены сразу, для того, чтобы исключить какие-то возможности травмирования или чего-то еще. И так, наверное, со всем. Саша приводила примеры с подносами для шампуров. Буквальный пример. В домиках у нас все столы закрыты специальными скатернями, чтобы гостей было легче просто протирать столы, потому что специальный пищевой силикон, мягкая скатерть. Но, наверное, чему мы не можем научить гостей, это пользоваться нашими хай-тек губками для митья посуды. Мы были удивлены, что мало кто вообще понимает, что это такое и как этим пользоваться. И мы постоянно проводим тренинги. Из того, что после отзывов или по пожеланиям гостей было решено или сделано, мы меняли дротики. Потому что нам сказали, что что-то не то с оперением. Что-то не то с оперением. Немедленно убрать все дротики, купить лучшие дротики, чтобы все было то с оперением, чтобы вообще ничего не происходило. Гости как-то приехали. У нас есть расходники в домике, мы кладем соль, сахар, но сахар кусковой. Гости приехали, говорят, мы вот глинтвейн хотим варить. А вот сахар это не, ну как бы куски сахара только, да, вот мы не знаем как. Администратор находит у себя весь сахар, который есть, бежит к ним, лишь бы они сварили глинтвейн и не сидели, вот не распаковывали ночью кусочки сахара, которые каждый в индивидуальной упаковке. Ну и в принципе реакция на все. Мы докупали какие-то прихватки, которые, ну вот казалось бы, да, текстиль какой-то, ну кусок ткани. Ну можно, без него вообще запросто можно, но если людям надо, значит надо. Это не обсуждается, вот надо купить. Да, последний, прям самый крайний, наверное, пример, как мы реагируем, это затопили для костей шикарный, купили гуд-вуд. Люди выходят, конечно, из помещения бани в халатах, куда положить халаты, да, то или на настил такой же деревянный, как мы сейчас сидим. Через два часа вот в таких столбах уже висели крючки для халатов, чтобы люди пришли к купелям, стояли халаты, повесили и спокойно зашли. И вышли, одели халат, который, ну, будет висеть в чистоте и в сохранности. Да, это вот как мы реагируем на просьбы наших гостей. Да, то есть докупаем практически все, но если это там единорог, то мы, скорее всего, его докупим, чтобы всем было комфортно. Хотелось бы еще немножко рассказать про территорию. Во-первых, про дорожки, на которые все обращают внимание. Дорожки очень мягкие, на них никогда не бывает луж, и они сделаны из древесной щепы. То есть абсолютно не вредят ни природе, ни обуви, ни хорошему настроению. И про невмешательство в природу. Мы, конечно, вели здесь минимальные строительные работы и что-то делали, и совсем оставить лес нетронутым мы не могли. Но мы за собой все исправили. Мы досадили сосны. У нас сейчас на участке досажены нами за прошедший месяц 137 сосен, и, возможно, мы посадим что-то еще. Мы открыты два месяца, используем на данном этапе развития достаточно стандартные варианты. Это продвижение через Яндекс.Директ, работаем усиленно над органической выдачей нашего глэмпинга. То есть это развитие социальных сетей, это привлечение организаций для того, чтобы были групповые заезды. В первую очередь те, кто одухотворен природой, художники, те, кто занимается йогой, да, и подобные группы возможных гостей для нас. Как мне кажется, основное продвижение, то, что, по крайней мере, для нас будет приятно, что мы двигаемся таким образом, это люди о нас рассказывают друг другу. Нам реально звонят, нам друзья сказали. Эти друзья буквально вчера выехали, я не знаю, что они такого рассказали, что нам там звонят в 9 вечера, говорят, а что у вас такое, вот расскажите, а к вам можно приехать? И вот тут понимаешь, что круто. Во-первых, это органическое привлечение гостей, которым точно здесь понравится, потому что им не какая-то реклама что-то рассказала, а живые люди рассказали о своих эмоциях. Это очень здорово. И, конечно, отзывы о нас. Зайдите просто на Яндекс.Карты, почитайте. За два месяца, я считаю, что здорово, нам есть, чем верить. Лучше один раз увидеть, наверное, в этом случае, чем сто раз услышать. На самом деле, понятно, что, как любая организация, мы боремся за отзывы, за мнение гостей. Сейчас средний балл, средняя оценка Яндекса по нам 4.9. Наша цель – достичь, конечно, 5 и удерживать этот высокий рейтинг, для того, чтобы гости понимали, что здесь их ждут с радостью, с душой, с открытым сердцем. Мы хотим дарить мечту, как бы это некрасиво звучало, с целью, чтобы люди возвращались сюда. Жизнь непроста. Жизнь, современная жизнь именно те, кто к нам приезжает, она напряженная, с трудностями. Здесь люди должны просто отдохнуть. Вот отдохнуть, и если мы это делаем, и мы чувствуем, что у нас пока это получается, вот мы получаем это удовлетворение. Понятно, что мы коммерческая организация, да, что, конечно, деньги зарабатываются, но у нас подход не такой, что сначала деньги, а потом гости. Нет, у нас сначала, если мы у нас что-то делаем для гостей, им это нравится, они возвращаются. Мы считаем, в этом случае мы сможем достигать наших финансовых показателей, которые мы запланировали. Не наоборот, потому что часто, мне кажется, бывает наоборот. Гудбуд. Укрепляй здоровье, наслаждаясь жизнью.